Привет! Сейчас мы находимся в Финляндии, в городе Рауха. Это в 6 километрах от города Иматра. Хочу вам оставить свой отзыв и показать дом, виллу, который мы сняли. Вилла называется Сайма Резорт, сауна вилла. Она находится прямо на берегу озера Сайма. Вот она сейчас вся во льду. Весь домик, в котором мы живем, сняли. Это соседский дом. И вот там, буквально чуть-чуть подальше, есть еще третий домик, он побольше. А значит, мы живем в этом доме. Сейчас я вам покажу и расскажу все плюсы и минусы. Значит, здесь есть мангал, углерозжиг, щетка, которым можно чистить обувь. Если обойти дом с другой стороны, то он идет сразу, где дорога проходит. Но это не где машины ездят, это такая прогулочная дорога, но машины здесь тоже могут ездить, потому что здесь как бы нужно доехать до домиков. Вот, иногда они едут, но это очень редко. Минус здесь, что нет забора, потому что люди, которые здесь гуляют, они здесь гуляют часто, особенно на выходных, заглядывают прямо в окна. Здесь есть камера видеонаблюдения, она вот расположена вот здесь вот. Что тоже, в принципе, радует, потому что хоть какая-то безопасность есть. Это, значит, заброшенный лодочный дом. Извините, что это к ухальцам, но чтобы было понятнее. Домик, значит, выглядит вот так вот. Небольшой, уютный. Сейчас я вам покажу внутрь, зайду. Вот здесь есть два входа. Первый вход и второй вход. Мы пользуемся вот этим входом. Здесь есть такая ключница. Когда вы приезжаете, вас здесь ждет ключик. Вам говорят пароль. Ну, сейчас я вам не скажу. Панчел. Вот, заходите. И тут дверь такая интересная. Когда вы закрываете, она сильно захлопывается. Чтобы такого не было, нужно поставить собачку. Для этого нужно опустить ручку. И вот эту вот штучку. Она у нас комната, тогда захлопывается. Опустить ручку. И вот эту штучку при опущенной ручке опустить вниз. Вот так вот. Тогда дверь не захлопывается. То есть не закрывается. Вы заходите здесь. В входе есть такой пардон. Сундучок такой, на котором можно сидеть. Внутрь можно класть обувь. Значит, заходим. Попадаем в прихожую такую. Здесь есть ложка, лопата, вешалки. Вот. И впереди у нас стиральная машина. Стульчик для маленьких детишек. Заходите и попадаете в душевую. Здесь сама душевая. Большая такая просторная. А здесь сауна. Сауна электрическая. Мы в ней парились. Она быстро нагревается. Но когда вы включаете сауну, то пол с подогревом, он выключается. То есть либо пол, либо сауна. Так что не пугайтесь. Вот. Потом идем дальше. Соседняя дверь это у нас туалет с ванной. Туалет и ванна. Кстати, да. Хотела вам показать. Водонагреватель у нас стоит здесь. Вот. Такой. Так что, в принципе, воды, чтобы помыться на двух человек, хватает. Значит, здесь туалет и ванна. Здесь есть фен. Кому надо, так что можно не тащить. Собственно говоря, идем дальше. Попадаем в кухню-гостиную. Здесь есть телевизор. Так это наша собачка тут лежит. Вот. Значит, здесь есть все необходимое. Микроволновка, плита, духовка. Здесь есть даже пусть домойка. Но, скажу вам такую вещь. Когда вы заправляете посудомойку, включаете ее, вам нужно ее хорошо закрыть. А еще лучше подставить туда стул. Это будет все выглядеть вот так вот. Потому что посудомойка отходит. Я сначала думала, что она очень быстро стирает, но нет. Она отходит и, когда она закончит свою стирку, она пропищит. Ну, а если она просто не издает никаких звуков, вы его подавите или пните ее вот так вот ногой. Холодильник очень просторный. Большой. Много разных полочек. Здесь. Здесь открывается. То есть сместительный холодильник. Тут морозилка. Все работает хорошо. Три камеры. Что еще? Тостер, кофемашина. Чайник. Кофемашину мы не пользовались. Значит, тарелки. Чашки, кружки, вилки. Стаканчики. Вилки здесь. И, кстати, плита индукционная. Не все, не вся, не вся посуда подходит. Вот этот маленький ковшик, он не подходит. Значит, тут есть даже такая посуда, такая посуда. Видите, должно быть на посуде быть такая железная штучка. Тогда будут приторвать. Нагревается очень быстро. Здесь мусорка, мусорные пакеты и таблетки для поступнойки, что не требуется покупать. Вот, идем дальше. На первом этаже у нас, значит, маленькая комнатка. Тут наши вещи небольшие остались. Вот. Детская кроватка. Шкаф. Плед. Полочки. Здесь вот, это как раз-таки дорожка, где люди ходят прогулочные. И здесь вот они заглядывают и все видно, к сожалению. Напротив дома. Ну, эти дома вообще не мешают. То есть, не знаю, кто там живет. Больше мешает народ, который ходит, гуляет и заглядывает в окна. Вот, значит, вот эта штука понимается. Вот эта штука регулируется. Идем дальше. А, значит, это уже побольше. Комнатка немножко. Здесь спальня. Здесь две кровати. Это не одна большая кровать. Те кровати. Кресла также. И туда же выходят окна, опять же, на эту дорогу. Тут тоже самое. Такой же шкаф. Он не без полок. Он просто вот вешает одежду. Куча подушек, одеял. Вот, постельное белье, кстати, за деньги нужно брать. По-моему, 15 евро стоит с человеком. Но можно привезти свое. То есть, полотенце, постельное белье, это все привозят с собой. Кто-либо вы говорите и за дополнительную плату вам дают постельное белье. Значит, здесь телевизор есть. Русский канал мы не смотрели. Мы вставляли флешку и смотрели через интернет. Скачивали. Интернет здесь хороший, быстрый. Вот, кстати, вид с окна. Шикарный просто вид. Вот здесь есть еще камин. По приезду вам дается вот такая полная штука бревен. И за дополнительную плату вы можете безлимитным доступом пополнять. Там 30 или 40 евро стоит. Я же, честно, не помню. И там, вам говорят, место, наверное, где лежат бревна. Но мы пользовались только один раз. У нас даже осталось. То есть, здесь достаточно тепло. Здесь полы с подогревом регулируются. Здесь, это значит, большая кухня-гостиная. И у каждого стоит датчик. То есть, мы натапливали так, что было даже душиным. Мы проветривали. Вот, здесь лестница, которая ведет на мансарду. Это такой бонус в виде мансарды. Лестница очень крутая. Можно с нее просто упасть. Вот так она выглядит. Но мансарда мне очень нравится. Тут тоже есть дополнительные спальные места в виде раскладушки. Не знаю, насчет диванов. Раскладываться на них нет. Но они есть. Очень даже хорошая такая комнатка. Я в полный рост могу встать. Мужчина, который повыше, либо женщина, уже как бы будет биться головой. Здесь же вид. Сейчас покажу, куда выходит. Вот, на машину. А здесь вид. Так вот, выходит на соседний дом. И вот такой вот вид сверху. Стол. Диванчик. Все очень мило, уютно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам помог мой обзор. Помню.